Вообще, конечно, я очень много читала только отрицательного о нем, а сейчас начали уже некоторые авторы и положили. Ну, конечно, жестоко очень, но что-то и сделал он положительный. И, конечно, в войне все шли и кричали за Сталина. Народ был просто, он был как бог для них. Я на это внимание не обращала. Для меня победа – это не то, что там Сталин, Ленин, а победа, просто победа наших дедов, прадедов, которые отдали свои жизни. Я родился при красном флаге, присягу принял с красным флагом Советским Союзом. Для меня это очень важно. Я память, я свою жизнь прожил в то время, которое, ну, и как я его могу вычеркнуть? Я даже не знаю. Вот отец рассказывал, они шли в бой за родину, за Сталина. Но сейчас много узнали, что, конечно, тоже неоднозначные у меня, во-первых, как-то к нему отношения. Ну, это мое личное. Но у фронтовиков это все было по-другому, поэтому я даже не знаю, как сказать. Ради уважения к памяти фронтовика, может быть, даже и нужно эти портреты. Все-таки победа была с его именем связана. Я считаю, что Сталин был неотъемлемой частью этой победы, так как руководить страной в такие тяжелые времена – это непростая задача. И труд этого человека в том числе надо уважать за те годы, 4-5 лет войны, которые он потратил в своей жизни, которые были у него на пришествии. Я как отношусь? Неоднозначно отношусь. Но Сталин был личность. Потому что они шли, они шли в бой за родину, в бой за Сталина. Да, было, что и репрессии были, и говорить много нельзя было. Но это личность, за которую пошли. Это надо было собраться. Это надо было такой дух иметь, чтобы за тобой. Это лидер. Ну, с одной стороны, конечно, возможно, было много людских жертв, не по вине как раз войны. Но с другой стороны, именно при этом человеке мы победили. Поэтому я считаю, что мы ему обязаны победой в этой войне. О, смотри, летят звонцышки. Вот они. Это не 31-й.